Это стихотворение Николая Иванович Гумилёва, 1886-1921. Давайте попробуем вспомнить с вами вместе это стихотворение. Называется оно «Странк. Заблудившийся трамвай». Итак, трамвай, который заблудился. Шёл я по улице незнакомый, и вдруг услышал вороний грай, изгоны люкни и дальний гром. Передо мною летел трамвай. Кричался он бурей, тёмный, гранатый. Он заблудился в песне времен. «Остановите, вагоновожатый! Остановите сейчас! Вагон, поздно!» Уж мы вогнули стену. Мы промелькнули сквозь рощу пальм. Через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трём мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил в окно. Неву, как ливый взгляд, нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Еруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно. Сердце моё стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно, в Индию духа, убить билет? А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. «Остановите, вагоновожатый! Остановите сейчас! Вагон, ваша!» Ты здесь жила и пела. Мне, жениху, ковёр, калав. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? А ты стонал в своей светлице. Я же, напудренную, красой, Шёл представляться императрице. И не увиделся в нос с тобой. Кровью налитые буквы Гласят «Зеленая» Знаю, тут вместо кусты и вместо брюквы Мёртвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как вымя, Голову срезал палач и мне. Она лежала, вместе с другими, здесь, в ящике, с клицком, На самом дне. Отвернули, заботащая, дом в три окна и серый газон. Остановите. Остановите. Вагон, уважатый, остановите сейчас, вагон. И снова ветер, знакомый и сладкий, И за мостом летит на меня Всадник одуванин в железной перчатке И два копытом, в его храня. Помнился, теперь я, наша свобода. Только оттуда, идущие свет, люди и семьи стоят у входа В зоологический сад планеты. Я здесь оборвусь. Там есть еще последняя эстрофа. Я его не прочту в следующий раз. Давайте подумаем, что перед нами? Что перед нами за странное такое перевоплощение героя? Он где себя ощущает? Самое начало, да? Шел я по улице, незнакомый, Дома, слыжный, обороны, играй. Обычное начало, правда? Обычное. Так. На каком-то обычном месте. Куда он дальше нападает? Под трамвай. Под трамвай, уверен. Под трамвай. Он сел в трамвай. Как я вскочил на его подножку, Было загадкую для меня В воздухе огненную дорожку. Он оставлял и при свете дня. Он вскочил на подножку трамвая. Но этот трамвай почему-то его несет Через Нилу. Через Нилу. Через Нилу. Через Нилу. Через Нилу. Это совсем разные места, правда? Да. Да. В конце он возвращается. Ну да. И снова ветер, Знакомый и слабый. И за мостом Глядит на меня Всадник Адлайн В железной перчатке И два какого-то его коня. Куда он вернулся? Да. Домой. В Петербурге. В верный цвердыню православия Фрезер Исаакий В вышине. Там подслужил я молебен Острадьем Машеньке И панихиду во мне. Там подслужил я молебен Острадьем Машеньке И панихиду во мне. Он перемещается По разным пространствам И по разным Временам Конечно. То он вдруг В Индии духом То он в Петербурге То он где еще? В Египте В Египте В древнем Так, еще Ну, если через сену То он, наверное, в Париж проезжает Да? Так, еще Еще где он? В Египте Он не случайно Сдает себе вопрос Где я? Что мне так тревожно? Сердце мое Стучит в ответ Он переместился И в пространстве И во времени И неизвестно Куда он вернулся Вроде бы В тот же самый Петербург Он увидел знакомую картину Медного всадника Да? В задний катувань В железной перчатке Едва копыты его коня Он увидел Исаакиевский собор За ним Верную церадыню Православие Врезан Исаакиев Вышелев Там Отслужил я молебен Острадье Машеньке Еще один персонаж Машенька Он ее почему-то вспоминает Машенька Ты здесь жила и пела Мне жениху ковер ткала Где же теперь твой голос и тело Может ли быть, что ты умерла Как ты стонала В своей светлице Я же С напудренной рукосой Это значит В какое время Он живет? В какое время В каком времени С напудренной рукосой Конечно, это в 17-й Петр и после Да? Шел представляться Им И не увиделся Вновь с тобой В каждом цераде Он может жить Одновременно В разных временах И в разных расстрах Вот это Для нас Стихотворение Написано Тоже Дольный Это одно из самых Последних Стихотворений Увели 1921 год Он не знал Что на последний Так вышло Его расширяли Он не знал Что так выйдет И конечно Он специально Не задумывал Что Дескать Я напишу Это стихотворение Дольников Просто Это Все годы 21-м году Долгий Духанием Жизни Дольник Это И когда мы Эти строчки С вами повторяем Мы слышим Мы слышим Как будто бы Вот это Странное Биение Сердца Немножечко Не в попад Но зато Более свободное Для языка Для речи Речи Свободнее Дольник Это Свободное Лечи